Музыка 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 Пять дочек, пять жизней, пять историй Знакомство с каждой начинается с историей болезни Диагнозы, которые и родным лучше не видеть и не считать А тут Когда я забирала вот это, вот счастье, в центральной базе искали конкретно для девочки семью в Архангельске, потому что нужно наблюдение нейрохирурга. Перспективы были такие, абсолютно непонятные из-за ее патологии. Меня попросили просто, ну, не хотите поехать посмотреть хотя бы. Вот, когда я разговаривала с главным врачом детского дома, она, конечно, молодец, великолепный психолог, великолепный специалист, вот она показала мне ребенка буквально на три минуты, и потом мы ее увели кушать. Просто по времени не попадала, чтобы пообщаться больше с девочкой, и потом она мне выложила всю информацию по заболеваемости. Я выходила из кабинета, ну, минут через сорок после общения с ней, с полной уверенностью, что сюда я больше не вернусь. И уже в дверях она остановила и сказала, Оксана Станиславовна, а если не вы, то кто? Ну, и на следующий день я позвонила, что я забираю. В среднем, по оценкам психологов, период адаптации приемного ребенка в семье протекает от месяца до двух лет. У Оксаны с каждой из дочерей отношения складывались по-разному. Всех сложнее было со старшей, с Вероникой. Я около шести лет ходила к социальным педагогам, психологам в Центре охраны прав детства. Я все время спрашивала, Господи, неужели этому ребенку просто не нужна мама, не нужна семья? Эти все шесть лет мы притирались друг к другу. Где-то она меня по всем болевым точкам опробовала. Все было у нас. Но мы выстояли, и мы вместе. Но притирка была достаточно тяжелая. И я понимала, что это не вина ребенка. Это тот шлейф, который она несет из своей биологической семьи. Что ей тяжело было меня принять, потому что там была тяжелая травма нанесена. Сегодня постороннему человеку вряд ли придет в голову сказать про кого-то из этих веселых и озорных девчонок, что у нее проблемы со здоровьем. Настолько они органичны и подвижны. Особенно, когда все вместе. В моем окружении есть люди, которые считают, что я берусь за денег. Из-за того пособия, которое платится на этих детей. Ну, наверное, просто у этих людей в приоритете деньги. А у меня в приоритете счастье. Кому чего в жизни не хватает, вот то и берет. Был такой посыл взять. Вот я и взяла. А мнение окружающих, вот чем дальше, тем больше. Я могу сказать, что меня, ну, скажем так, чем дальше, тем меньше интересует. Почему? Потому что, умничка. Позиции у людей абсолютно разные. Гораздо больше Оксану Гумовскую интересует мнение таких же, как она, приемных мам и пап, с которыми она встречается почти еженедельно в рамках проекта родительского кафе, работающего уже второй год в Архангельске. Собираются вечерами, по пятницам, чтобы поговорить о наболевшем, о том, что беспокоит, что не получается в взаимоотношениях с приемными детьми. Она вспоминает и делится, и рассказывает. Говорит, что неприятно, она там плачет, еще что-то. Просто говорит, что неприятно. Просто она закрывает разговор, что она в детском доме. Не хочет, чтобы, ну, другие, чтобы знали об этом. Вспоминание, что она была в детском доме. Для нее это очень болезненно. Диалог ведет опытный психолог. Его задача – помочь группе вычленить и сформулировать темы, которые волнуют и затрагивают большинство участников встречи. Мы специалисты, находимся вместе с родителями для родителей. Не над родителями, и мы учим, как нужно воспитывать детей. А мы среди родителей, мы среди родителей слушаем внимательно их темы. Мы не используем слово «проблемы». Мы слушаем их темы и помогаем приобрести уверенность в том, чтобы стать сильными. Проект родительского кафе родился в Германии, а в Архангельске позаимствован через партнеров из города Побратима Эмдема. Разговор на встречах идет о супружеских и детско-родительских отношениях. Люди рассказывают о себе. О том, например, где взять сил для того, чтобы научиться быть счастливым и гармоничным. Мы не подразделяем детдомовские, они все свои. Они сами по себе растут, сами по себе. Главное правильно направить в нужное русло и помочь разобраться в той или иной ситуации. Иногда мы встаем в тупик, как лучше поступить. Так или так. Как будет правильно. Общаясь в родительском кафе, мы находим правильную ситуацию, обыгрываем. И уже сами до нас, до самих доходит, как правильно поступить. Берите. Только берите. Все сложности, потому что можно преодолеть. Чем дальше ребенок живет в семье, тем он становится просто твоим. Я прошла очень много негатива. Преодолела, вернее, негатива со стороны окружения. Не все относятся позитивно даже к приемным родителям. Совершенно не все. Но я все равно люблю детей. И сейчас я хожу в детский дом, навещаю мальчика. И вот скоро он будет в моей семье. Для Елены Алексеевны Пономаревой из Новодвинска после гибели сестры вопрос, как правильно поступить с ее маленьким сыном, не стоял. Когда мы собрали семейный совет, даже по-другому вопроса и не было, брать или не брать. То есть это однозначно было решение, что Владик – это наша семья. Сегодня ему уже 14. Как и все подростки, зачастую просиживает за компьютером. Недавно освоил программу видеомонтажа. Мне понравился монтаж. Я хотела пробовать так же. Постепенно учусь. Теперь семейная коллекция, помимо фото, пополняется монтированными видеороликами. Вместе с семьей самое главное быть. Чтобы все были здоровы. В день нашего приезда готовили пельмени. Застрельщиком, как всегда, был старший сын Роман. Помогали все. И его маленькая дочка Яна, и бабушка, и Влад, который, оставшись без родителей, не потерял семью и не оказался в детском доме. Ну что, посмотрим, как наш пирожок. Пирожок готов. Готовить здесь любят. Любят и застолье. Вместе собираются каждые выходные. Иногда на природе, иногда на кухне, за большим столом. Мне кажется, что это просто... Обязательно надо обратить внимание на такого ребенка и не вставлять его одного со своей бедой. И тем более в детский дом не отдавать. Здравствуйте, мои будущие папа и мама. Меня зовут Лиза. Мне 12 лет. Я живу в детском доме уже много лет. Свою маму я не помню, потому что была совсем маленькая, когда поступила в детский дом. Иногда я представляю себе, какая она, моя мама. Хотелось бы ее увидеть, спросить. Мама, почему мы не можем быть вместе? Я скучаю по тебе, несмотря ни на что. Субтитры создавал DimaTorzok